25 июля 1980 года. Омер поэт, автор, исполнитель песен Владимир Высоцкий. Причины его смерти до сих пор неизвестны, так как родственники попросили не делать вскрытия. Легендарный поэт прожил всего 42 года. Помимо исполнителя, он еще был актером театра и кино. Он умер 43 года назад, но его творчество до сих пор помнят многие. Сегодня мы спросим у воронежцев, какие песни они знают и знают ли вообще. Может Высоцкий? Правильно. Это Высоцкий. Отлично. Это, наверное, как раз Владимир Высоцкий. Правильно. Не откликается? Не знаете? Сильно знакомые строки, но автор, наверное, не скажу. Сейчас пытаюсь вспомнить. Вот у меня концовочка, последние две фразы, она что-то напомнила, но я сейчас не могу, боюсь, вспомнить. Ну, вот если бы, спасибо, что живой, я бы это сразу сказал, что это Высоцкий, потому что это такая уже фраза крылатая. Нет. Знаете, чья это фотография? Ты знаешь? Нет. Я тоже не знаю. Ну, также, наверное, Владимир Высоцкий. Не образованные личности. Понятно. А, Высоцкий на фото. Отлично. Я думаю, этот человек как-то связан с Высоцким, но точно я не знаю, как его зовут. Высоцкий? Правильно. Здесь угадали. А еще вот такая, что чуть-чуть другого ракурса, но на Высоцкого не похоже, но плохо вижу, к сожалению. Так, секунду. Какой-то выпивающий молодой человек. Следующая. А это? Ну, это Ницо какое-нибудь, я не знаю. Нет. Хорошо, повернемся. Вот сюда. Владимир Высоцкий. Ну, Высоцкий, ну что? Вот это вроде Высоцкий, если я не ошибаюсь. Это один и тот же человек, и это Высоцкий. Ух ты. Высоцкий. И там тоже он. И строки тоже есть. Помоложе. Помоложе там? Да. Высоцкий. Да. И это тоже он. Это он? А, это тоже Высоцкий. Да. От молодости? Да. А, поняли. Вы знаете какие-нибудь его песни? Я не слышу Высоцкого. Протопи мне баньку по-белому. Единственная песня, которую Вы знаете? Да, на даче ее слушал. Но много не знаю. Я не особо знаком с его творчеством. Слушали какие-то песни? Да. Но название точно не скажу. Нравится? Тоже затрудняюсь сказать. Вы слушали его песни? Меня папа любил. А Вы сами слышали? Ну, я с ним тоже слушала. Нравится? Что именно нравится в его песни? Ну, они глубокие. Смысл у них. Слушаете его песни? Да. Какие? Баллада любви. Самая любимая. Я хотела Вам ее включить, но вы решила включить это. Ну, тогда я бы точно сказала Вам. Чем Вам нравится его творчество? Ну, наверное, это прежде всего яркость. Какие-то такие фразы, запоминающиеся из песен и стихов. Это же его песни, если друг оказался вдруг не враг, а так. Конечно, слушаем, особенно когда становимся постарше, уже понимаем лучше смысл этих песен. А чем он Вас цепляет? У него есть строчки, которые западают в душу. Например, уходят только самые преданные женщины, самые преданные мужчины. Мужчины вроде, я не помню, но вроде как-то так. И вот это вот очень откликается в жизни. Вот когда ты более юн, ты этого не понимаешь, когда становишься постарше, ты понимаешь. И ты находишь как чем-то себя в этих песнях. Ну, и не так часто, ну, не знаю, сейчас возраст уже такой, но если так в компании посидеть, то я могу, да, послушать. Есть какая-то любимая? Любимая? Наверное, нет, но так, периодически, когда попадаю, тогда могу послушать. Вот прям именно название прям конкретных песен я сказал, я вам сейчас не могу, но так я, ну раз бывает, да, могу послушать. Ну, очень острая, тем более в дни моей молодости, даже детства, родители мои любили его, поэтому как-то очень интересная. А какие песни ему нравятся? Все. Все знаете? Ну, не знаю, но люблю, переслушиваю периодически. А может быть, вы знаете, кого Высоцкий считал своей музой? Марина Влади, да, очень нравится ее исполнение, тоже его песни. Ну, он, ну, слышала, да, песню, он же там пел про, ну, про войну еще, я знаю, да. Как-то можете охарактеризовать? Нравится вам вообще? Ну, патриотично, так напоминает, ну, чувствуешь именно то, что там происходило. Это легенда, знаете, поэтому вот. А вам откликаются его песни? Да, они такие надрывные, то есть, хотя человек нигде не учился, понимаете, это дар Божий, я считаю, понимаете. То есть, я вот тоже вот вокалу не учился, знаете, вот люди, которым вот Боженька поцеловал, понимаете, вот что-то раз, и человек творит, понимаете. Немножко какое-то, какие-то азы, знаете, наработать, и все, как бы Высоцкий относится к тем людям, кому Бог просто вот дал, понимаете. Дал этот дар писать стихи, вот, которые трогают сердце, понимаете. Простыми словами это трогает. На гитаре как раз-таки и изображена муза Владимира Высоцкого, его последняя жена Марина Влади. Сегодня мы провели опрос, и в ходе которого выяснили, если даже кто-то и не помнит его песни, если даже кто-то не узнал его по фото, то все равно его творчество знают, его творчество отвлекается многим. Продолжение следует...